Ну, конечно, навсегда, наверняка, он не останется у нас в студии, хотя попробуем уговорить. Но, во всяком случае, чтобы почаще приходил, конечно, будем сейчас всячески стараться. Здравствуйте, друзья, телерадиоканал Страна ФМ. Меня зовут Александра Хайрулина, о ком я говорила, о нашем госте. Александр Балыков. Саша, добрый день. Александра, приветствую. Привет, дорогие друзья. Ну, слушайте, вы так гостеприимно встречаетесь здесь, так у вас тепло, хорошо и позитивно. Что ты, может быть, не останешься? Я готов остаться, да. Отлично! Спасибо тебе большое. Мы тебе очень рады. Мы тебя давно, надо сказать, ждали, и вот этот день наконец-то свершился. И я тоже взаимно. У нас сегодня все начинается со взаимности. Да, ну это прекрасно. Ребята, скажу сразу всем, кто нас смотрит и слушает, мы сегодня посмотрим несколько клипов Александра, и не только его сольных. Будет также еще коллективное выступление, ну и кроме всего прочего состоится премьера абсолютно новой песни, да, Саша? Которая, я так понимаю, прямо вот на днях, на днях вышла. Целовать ее! Ну, конечно, как она могла еще называться, новая песня, Саша? Более того, это не просто премьера на, ну, скажем так, вашем телерадиоканале, а эта премьера, в принципе, эта песня еще не звучала ни на одной радиостанции и не была ни на одном телевизионном канале. Поэтому сразу сегодня, благодаря вам, объединяем два этих способа вещания. И за это вам огромное спасибо, что именно сегодня, именно сейчас мы это сделаем вместе с вами. Круто! Обязательно, да, чуточку позже. Но ведь и эта песня, она какая-то особенная у тебя, если вот судить по твоим даже записям в соцсетях, в Инстаграме, то, что очень важна для тебя и для соавтора написанных. Для Оли Жаровой. Оли Жаровой, да. Такую историю, о которой договорились сразу, о чем должна быть эта песня. Я говорю, у меня вот есть такие переживания. Она говорит, слушай, а я тебе об этом же хотел сказать. Я говорю, давай напишем вот такую песню. И мы сделали песню, которая рассказывает о чувствах, которые, скажем так, и я, и Оля переболели вместе. Это автобиографичная песня. И о взаимности разговор, да? Да, 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 да. И вот как эта песня просто вот начала рождаться, так она легко и доходит до зрителя. Так она легко сама уже спустя несколько дней... Да сама к нам и пришла, надо сказать. Она сама гуляет по интернету. Я вчера приехал на одну из вечеринок в Москве совершенно случайно. И меня попросили спеть. Публика ни разу не слышала эту песню. На втором куплете уже все танцевали. Уже все выходили к сцене. И это круто. Я понимаю, что то, что мы сделали, нравится публике. Это приятно. Это как автору приятно, как исполнителю приятно. Значит, есть смысл в том, что мы что-то делаем. Саша, а ты не задумывался никогда, что в принципе тебе можно что угодно петь? Ну, потому что фактура такая, потому что все вытекающие. Тут есть очень важный фактор для меня. Мое творчество должно быть честным. Вот должно быть true. Если честности внутри нет, и ты идешь на поводу у зрителя и пытаешься петь, лишь бы всем понравилось, ну, это ты все-таки, наверное, ты не артист, а ты ремесленник. Ну, и люди это, между прочим, почувствуют сразу, надо сказать. Конечно, конечно. Поэтому важно заниматься тем, что у тебя лежит в душе, тем, что тебе нравится. Вот это очень важно. Вот я смотрю, Александра, на тебя и вижу, что ты занимаешься любимым делом. Да, это правда. Ты сияешь здесь. Вот это прекрасно. И поэтому я уверен, что телезрителям приятно смотреть. Ты меня не видел до этого три часа. Я сидела просто грустила, а вот и пришел. Так, друзья, мы продолжим общаться. Сейчас я буду рассматривать Александра поближе. А вы пока рассмотрите Ксению Луговую. Мы вернемся и продолжим общение. Наверное. Я остаюсь мужиком, и мне хочется в ответ говорить, что я сижу рядом с прекрасной, очаровательной ведущей. С прекрасной. Саша, ты очень красивая. Спасибо тебе огромное, Саша. Ну, давай мы теперь к тебе все-таки перейдем непосредственно, к твоему творчеству. И к твоей, скажем так, ну что ли, второй большой красивой истории под названием «Коллектив Вива». Да, «Коллектив Вива» есть такой. Это что-то фантастическое. Мы сегодня обязательно посмотрим клип, послушаем песню. Она так прекрасна. Это шикарное произведение. Если вы еще не видели, надо обязательно это увидеть и услышать. Ну и, Саша, конечно, по поводу тогда новостей каких-то от коллектива Вива. Что там? У тебя, понятно, вот новые песни появляются. А у Вивы что? У Вивы не просто новые песни появляются. У Вивы буквально через неделю будет такой наш большой подарок городу Москве. Мы написали песню, которая называется «Любимая моя Москва». Она уже вчера появилась в iTunes, я надеюсь. В принципе, и радиослушатели вашей радиостанции смогут как бы слушать эту песню. Хотя бы москвичи уж точно обязаны слышать эту песню. День города, конечно, приближается. Да, в преддверии Москвы. И в конце августа мы премьерим клип, который мы на эту песню сняли. Мы записывали оркестр. Мы в перерывах между съемками, между записями гуляли по Москве. И решили просто это запечатлеть. И даже не предполагали, что будет клип из этого. Мы просто попросили знакомых операторов снять, как идет процесс записи, снять оркестр, снять студийную работу. Снять то, как мы там вышли по Москве прогулялись. И в итоге получился клип совершенно неожиданно для нас. И мы вот это видео презентуем. А осенью мы готовим громкую премьеру. Осенью мы готовим громкую премьеру. Это будет сразу и клип, и песня. Мы надеемся, что эта песня будет очень радийной. И готовим концерт в декабре на площадке Vegas City Hall. Мы готовим шоу. Какие молодцы! Там уже подключились и серьезные режиссеры, и множество музыкантов, и множество известных популярных артистов, которые будут гостями нашего концерта. И я пока не буду распыляться на имена, чтобы ничего не испугнуть. Чтобы все сложилось. Я думаю, что на следующий эфир гостевой, когда я к вам приду, я уже вам подробно расскажу о том, что ждет зрителей. И нам нравится с ребятами все-таки пять оперных певцов, которые начинают петь эстрадную музыку. Это химия, когда люди с таким стержнем, с таким опытом, потому что Вива... Это очень отличается от всего остального. Да, Вива — это солисты оперных театров не только российских, но и европейских. Кто-то солист канадской национальной оперы «Город Торонто». И люди, за своей спиной имеющие такой большой мировой масштаб, в принципе, в оперной сфере известны. А получилось собрать этих людей в эстрадный коллектив, и ребята испытывают неимоверный кайф, потому что для них это эксперимент, для них это новая музыка. И зритель точно так же на наших концертах всегда испытывает какой-то восторг от того, что, ну как же, вроде пять солистов, вроде это не хор, не хоровики, вроде это не ансамбль, не квартет, а пять солистов выходят на сцену и начинают петь и свой хитовый репертуар. То есть каждый по одному, и совместные песни. Да, да, да. И песни из мирового репертуара известны еще. Из мировых. И знаете, много синтеза у нас происходит. Мы синтезируем и классическую оперу, и современную эстрадную песню. И когда оперные певцы могут синтезировать классическое исполнение, и, допустим, Юрия Шатунова «Седую ночь» в классическом варианте, зрителя, конечно, это удивляет. Это заметно. И мы со сцены испытываем большое удовольствие, когда видим, что зритель уходит с концертов в каком-то таком состоянии. Я думаю, что они не уходят, они даже вылетают оттуда. Не просто там восторг или удовлетворение, а это заставляет людей о чем-то задуматься. Это же важно. Какое счастье, что у тех, кто еще не бывал на ваших концертах, теперь точно дикое желание оказаться, испытать вот эти самые чувства. Друзья, мы должны прерваться совсем ненадолго. Кстати, сразу же после рекламы у нас будет клип и песня заполняет, конечно, в исполнении Александра Булакова. Оставайтесь. Телерадиоканал «Страна ФМ». Один на всю страну. Да, есть настоящие. Телерадиоканал «Страна ФМ» и Александр Булаков у нас в гостях. Все, теперь можно. И теперь можно говорить о настоящем. А теперь можно говорить о настоящем, да. Потому что, Саша, певец блестящий, это только что вы услышали еще, наверняка слышали и ранее. Кроме всего прочего, он руководитель коллектива группы «Вива». Также вы, Саша, наверняка знаете и помните про различным музыкальным проектам, шоу так называемым, да? Ох, было дело. Это «Фактор рай», главная сцена и русские теноры. Русские теноры на СТС. Теноры на СТС и так далее. Скажи, на сегодняшний день все, ты уже переболел этими шоу, не нужны они тебе? Ну, шоу, где доказывать кому-то свое вокальное мастерство. Да, чтобы тебя судили. Уже точно нет. Уже и в этом проекте спели, все сказали «молодец», и в этом проекте спели, все сказали «хорошо». Поэтому, конечно, без телевидения, без радио артист, ну, скажем так, будет не показан публике, не показан аудитории. Поэтому нужно стремиться, нужно участвовать в каких-то проектах. Но для себя я определил четко, что это не будут какие-то конкурсы и проекты, где будем соревноваться в вокальном мастерстве. Я кандидат в мастера спорта по конькобежному спорту. Почему бы не... Я восхищаюсь того просто. Почему бы в какие-нибудь танцы на льду или что-нибудь такое не поиграть? А шоу, скажи, где вот пообсуждать, почему он ее бросил, а она при этом все-таки оставалась с ним рядом и так далее и тому подобное. А знаете, вот я не сторонник... Экспертом. Я не сторонник того, чтобы ходить по различным эфирам, ради эфиров. Все-таки нужно затрагивать те темы, которые тебе интересны. И те темы, которые тебе интересны, ты же... Каждая минута твоей жизни, она уникальна. И не хочется просто размениваться и тратить свою жизнь на то, что тебе не интересно. То, что забирает твое время. Я лучше песню напишу, чем пойду на эфир, в котором мне интересно. Я лучше пойду на эфир на страну ФМ, где мы можем приятно пообщаться. Конечно. Саша, ты часто в интервью признаешься, что каждая твоя песня, это вот обязательно пережитая тобой, обязательно тобой прочувствованная. Даже где-то посмотрела, как ты говоришь, я все время переживаю, я все время страдаю, у меня все время что-то такое внутри происходит, происходит. И, конечно, этому нужен выплеск, поэтому появляются песни. Что сегодня тоже что-то происходит у тебя? И сегодня происходит. Знаешь, я человек эмоциональный, и мне почему-то кажется, что все люди абсолютно такие же. Просто многие стесняются проявлять в себе это, стесняются открывать в себе это. Или не знают инструменты, благодаря которым, да, можно... Ну да, но какой бы, допустим, верный мужчина ни был, все равно, увидев красивую девушку, он замечает ее красоту. У него появляются какие-то мысли, у него появляются какие-то фантазии, он получает приятное ощущение от общения и так далее. Это все может вылиться в какую-то песню. Я не говорю о том, что это может вылиться в что-то большее, но тем не менее... Когда новая песня Александра Балыкова свидетельствует о том, что есть очередная девушка, которая вызвала эти самые эмоции. Ну, вот, в принципе, жизнь, ежедневное какое-то твое событие, оно может вылиться в какую-то песню. Песню про друзей, песню про маму, песню про родственников, песню про детей и так далее. Ну, я сам выражаюсь так, я пробовал писать песни на заказ, пробовал писать песни, вот, нужна песня, вот... Про спорт. Про спорт. Пытаешься написать, ну, все нечестно, все неправда. Набрать рифмы и набрать набор каких-то традиционных фраз, конечно, можно. И наверняка люди, которые тебя попросят это сделать, наверняка они скажут, молодец, круто. Но практика, вот, она абсолютно показывает абсолютно иное. Как много артистов, которые крутятся по радио, как много артистов, которые постоянно в телеэкранах телевизоров. А сколько артистов из них ездят по стране и собирают кассовые концерты, чтобы зритель приходил в кассы и хотел пообщаться с этим артистом? Процентов 5, наверное. И вот я сейчас четко понимаю, что труд... Главный успех в честности. Труд артиста, да, он показан количеством зрителей на кассовом концерте. И вот мне кажется, что мы как раз занимаемся и с группой Вива, занимаемся честным делом. Все ребята профессионалы, все ребята очень много времени своей жизни потратили на обучение, на становление, на формирование стержня, на формирование четкого, беспринципного музыкального взгляда. И за это их полюбила публика. Сашенька, нам тоже очень честно нужно прерваться совсем ненадолго, а потом мы продолжим общаться. Оставайтесь с нами. Телерадиоканал «Страна.ФМ» Друзья, Александр Хайрулин и Александр Булыков. У нас, кстати, еще Саша, вот там звукорежиссер, так что... А, у нас такой тандем. В принципе, все телезрители и радиослушатели, все могут загадывать желания, потому что, ну, когда такое... Кстати, Саша, какой-то молодец, правда. Давайте, загадывайте. Загадывайте, хорошо. Три, четыре. И готовь. Да будет так. Даже я загадал. Супер, все случится. Друзья, буквально через несколько минут мы посмотрим клип. Очень мне нравится. И песня мне очень нравится. Она так прекрасна. Группа «Вива», лидером которой, кстати, фронтменом, можно так сказать. Хоть вы все там, конечно, прекрасные, да, и прекрасные артисты. А что касается коллектива «Вива», значит, для души и тела. Или «Мы достучимся до вашей души любыми способами», гласит, значит, лозунг этой группы. Такой даже есть. Ну, это твой Инстаграм, Саш. И вот здесь даже обнаружены средства, как это правильно назвать, личной гигиены, что ли. Это вы выпускаете или вы нашли в супермаркете? Мы нашли. Мы постоянно в разных странах замечаем, что бренд «Вива» сопровождает все. Есть сантехника «Вива», есть какие-то медицинские препараты «Вива». Но все необходимое очень для человечества. Все абсолютно. Вот я об этом и хотел бы сказать. Гениально. Все просто вот вещи жизненно важные, понимаете? И мы поняли, что мы не зря назвались «Вива». Это хороший знак. Да, потому что все-таки музыка «Вива» должна быть тоже жизненно важной для людей. И слава богу, что люди это понимают, ходят на концерты и слушают, и смотрят страну «Вива». Саша, про «Виву», конечно, сейчас еще немножко поговорим. Ты придумал эту историю красивую. Ты собрал своих коллег, ребята. Вообще история всей идеи, она возникла еще в 2008 году. Может быть, знаете, Катерина Гичмин-Вальдек. Как раз она только начинала заниматься Лешей Воробьевым. И у нее была идея создать в Америке оперный проект. И мы полетели. Был очень большой кастинг. Несколько тысяч оперных певцов принимало в нем участие. Выбрали только 15. И полетели. Я был одним из 15 счастливчиков. И там возникла идея вот в России потом по возвращению создать коллектив. А вот Миша Давыдов, один из солистов «Вивы», в принципе, был одним из инициаторов, кто предложил. Давайте соберемся с ребятами и попробуем поконцертировать, погастролировать. Собрались, попробовали. И вот так вот пять лет мы собирались, пробовали. То с одними, то с другими. То вот в такой форме, то в сякой форме. А давай ты сейчас эту песню споешь, а я эту песню спою. И так мы экспериментировали. И в какой-то момент я предложил ребятам уже перевести это в более профессиональный уровень. Создать настоящий коллектив без каких-либо компромиссов, без каких-либо альтернатив. Все, давайте мы начнем заниматься концертной деятельностью. И тогда начнем писать свои песни. Потому что до нас ни один коллектив такого жанра не писал свои песни. Все всегда перепевали советский и еще что-то. То есть различный репертуар, да. А своего нет. И наша цель, в принципе, создать собственный контент, собственный жанр, когда оперные певцы могут петь эстрадную музыку. Как это было, как делал Магомаев. Только это был сольный певец. Ну это прекрасно, это прекрасно, Саша. Это так необходимо, мне кажется, почему-то именно вот в наше время сейчас. Потому что не так много остается мелодии красивой. Вернее, она есть, но может быть как-то вот надо ее чаще и больше показывать и дарить. Вот прямо сейчас Вива, ближе к приемникам, друзья, к телеканалам. Она так прекрасно. Да, прорезюмировать можно? Да. Всем девушкам, всей прекрасной половине зрителей страны ФМ мы посвящаем песню. Оставайтесь самыми прекрасными, дорогие женщины. Просто идеальны. Где-то на планете Озаряет светом Девушку, которая Прекрасней всех Позабыть нельзя Губы и глаза Красоту волосы Очень звонкий смех Где-то на планете Я мечтаю встретить Каждый день ищу ее по всей земле Но садится солнце И она вернется Знаю, что вернется Только лишь во сне Она так прекрасна В объятиях страстных И наша любовь Оживает вновь Эта страсть опасна Ее поцелуи Забыть не могу я И каждую ночь Этот сладкий сон Нас уносит прочь С утренним рассветом Растворилась где-то В памяти остался лишь прекрасный сон Где ее искать Не могу понять Но я знаю точно, что в нее Влюблен Где-то на планете В поисках ответа Я прошу судьбу Соединить пути Голод или стужу Если будет нужно Обойду всю землю Чтоб ее найти Чтоб найти Любовь Она так прекрасна В объятиях страстных И наша любовь Оживает вновь Эта страсть опасна Ее поцелуи Забыть не могу я И каждую ночь Этот сладкий сон Она так прекрасна Нас улазит прочь В объятиях страстных И наша любовь Оживает вновь Эта страсть опасна Ее поцелуи Забыть не могу я И каждую ночь Этот сладкий сон Нас улазит прочь И каждую ночь Браво Виво Вот хочется, чтобы это продолжалось Музыка Рояль Голоса эти шикарные Ливону Ганезов Собственные Персоны Да Группа Виво И Александр Балаков Только что в наших экранах В составе группы Виво Ну и в нашей студии В студии телерадиоканала Страна ФМ Ну что, Саша Гастроли идут Все в порядке Куда в ближайшее время Может быть Уже точно знаешь Вы отправляетесь Где можно ловить зрителям Вас Сегодня вечером Мы отправляемся в Сургут Завтра вечером Уже будет концерт В Сургуте Послезавтра будет концерт В Брянске И причем у нас там будет Очень жесткий Жесткий? Перелет Перелет будет Мы в 7 утра Послезавтра прилетаем В Москву И очень В таком Форс-мажорном состоянии Прыгаем в микроавтобус И едем до Брянска Потому что Через 6 часов У нас уже там Должно быть Начало На центральной площади После Брянска На следующий день Мы едем В Новгородскую область В город Старая Русса Там тоже на центральной площади Концерт Ездим И так до До Бесконечности Я так понимаю Надеюсь до старости Но самое главное Знаешь здорово Что видно Что это очень нравится тебе Я уверена Что остальным участникам коллектива Это тоже не может не нравиться Конечно Когда артист Имеет возможность петь И видеть глаза зрителя Он понимает Что все что он делает Это имеет смысл в жизни А если имеет смысл в жизни Хочется делать это Больше и больше Чаще Саша А твоя цель К чему ты в итоге стремишься Скажи пожалуйста Я имею ввиду Вот эта вот Популярность Она должна Достичь чего Какого уровня Ну если с точки зрения Популярности Да У меня нет амбиции С точки зрения популярности Я не хочу Становиться Просто популярным человеком Известным Ну и что Ты хочешь Отобрать наши сердца Хочется сделать что-то хорошее И если это принесет популярность Ну хорошо Хочется дарить людям То в чем они нуждаются Если то что я делаю от души Это и есть то в чем нуждаются люди Тогда есть смысл мне продолжать Вот я вижу что Есть в моей профессии Смысл развиваться дальше Я этим занимаюсь Стремиться к славе Просто так Ну нет Ну наверное популярность Это способ Большей публике Показать то что ты делаешь Это конечно хорошо Были короткий путь Там да 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 И вам спасибо за то что У вас в гостях Мы можем знакомиться С новой публикой С новой аудиторией Показывать песни Клипы Ну и общаться с тобой Да спасибо тебе большое Саша Конечно еще раз за добрые слова Мы уже прям приближаемся К песне твоей целовать ее Про клип значит я поняла Пока ты не подумываешь Да будешь еще смотреть Прислушиваться Но мы уже подготовили Подготовили Небольшую картинку Да вы что Серьезно И тебя будет тоже да Сюрприз Посмотришь Как это у нас все будет Можем мы уже да Запускать Скажите пожалуйста Итак внимание друзья Супер мега премьера Слушать смотреть Я люблю ее Только она Не ты Знаешь я запутался Может поспешил Больно за двоих решить Это наказание Знаю заслужил Без тебя тебя любить Без тебя одну тебя любить Целовать ее и быть с тобой Две жизни параллельные Как за обозначенной чертой Мне жить Наше счастье Не делить с другой И в клочья рвут сомнения Я люблю ее Только она Не ты Вроде все по-прежнему Ты в ее глазах Рядом продолжаешь жить Ты в ее глазах Ты осталась в памяти Она в моих руках И себя мне не простить Без тебя одну тебя любить Целовать ее и быть с тобой Две жизни параллельные Как за обозначенной чертой Мне жить Наше счастье Мне делить с другой И в клочья рвут сомнения Я люблю ее Только она Не ты 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 Не я Целовать ее и быть с тобой, две жизни параллельные, как за обозначенной чертой. Не жить, наше счастье мне делить с другой, и в клочья рвут сомнения, я люблю ее только одна. Не ты, не ты. Знаешь, я запутался, может, поспешил, больно за двоих решил. И пусть эта песня живет, живет, живет и путешествует по планете, по сердцам. Александр Балыков, с премьерой, Саш, спасибо огромное. Спасибо, я сижу, я сижу, и у меня прям эмоции переполняют, да, наконец-то. А я все в мурашках. Я так долго ждал пример этой песни, и сейчас заново пережил все эмоции. Целовать ее, мужчины, женщины, девушки, девочки, вот если полюбилась уже эта песня, смело ее заказывайте в программах по заявкам, ну и мы, конечно, вам в свою очередь обещаем, что песня будет у нас теперь в эфир находиться. Да, и просто хочу сказать о песне, что, в принципе, эта песня написана после долгого перерыва. Два года назад я выпустил альбом под названием «Летаю», и после выпуска этого альбома я не писал два года ничего. И эта песня первая, которая, в принципе, будет входить в новый альбом. Но я, так как вы молодой канал, так как у вас все еще впереди, и мы еще с вами ни разу не встречались в эфире, и я не дарил свой диск, я с удовольствием хочу подарить диск под названием «Летаю». Спасибо, Саша. И обязательно... Прослушать. Мне обязательно нужно прослушать его, но вы представляете факт какой прекрасный, что первая песня следующего альбома была презентована именно на вашем канале. Да! Именно на вашей телерадиостанции. Спасибо тебе большое. Очень красиво, невероятно, белые крылья. Саша, есть вопросы, пишут твои поклонницы. Очень много вопросов, когда сольный концерт в Москве. Все соскучились, все мечтают, все ждут. Полтора года не было концерта. Да, и сколько еще ждать? Нет, я надеюсь, что вот осенью, в октябре-ноябре, будет концерт. Тем более у меня накопилось песен новых очень много. Те, которые еще не изданы. И я думаю, что сделаем концерт в двух отделениях. Первое отделение — это будет уже полюбившиеся песни, уже все песни, которые знают мои поклонники. Которые все поют наизусть. Да, да. А вторая часть концерта — это будет эксперимент мой. Это будет совершенно новый репертуар. Публика этих песен еще не слышала. Вот это будет тоже мой эксперимент. Никакого рэпа. Не будет рэпа. Музыка. Вечная музыка. Еще вопрос. Александр, в каком настроении вы пишете песни, и приходилось ли делать что-то наперекор судьбе? Ну, когда тебе приходится делать что-то наперекор судьбе, это судьба же. Просто мы не понимаем, где судьба, а где не судьба. И судьба — это все-таки, опять же, тоже вещь относительная, на мой взгляд. Потому что нашу судьбу создаем сами мы. И если уж ты не готов крутить педали, судьба за тебя педали не будет крутить. А в каком настроении я пишу песни? У меня, получается, в основном это в очень темное время суток, в одиночестве. Либо это может быть самолет. Либо какая-то вот нестандартная ситуация, где я каждый день не бываю. Не знаю, в каком-нибудь городе... Вот предсказать, предугадать — это невозможно. Да, можно. Главное — успеть записать. И, кстати говоря, вот сейчас из-за суеты, из-за многих гастролей так много идей красивых у меня вылетает из головы, потому что рождается какая-то мелодия. Нужно срочно ее где-то записать, а через несколько часов ты ее забываешь. Ай-яй, Саша, повнимательней, пожалуйста, относись. И сейчас я уже начинаю скупать себе какие-то гаджеты, чтобы у меня всегда под рукой была клавиша или еще что-то, чтобы себе наиграть быстро. Саша, скажи, пожалуйста, мюзиклы тебя навсегда потеряли? Или все-таки вполне возможно поступить какое-то интересное предложение, и мы увидим тебя еще и... Нет, ну жанр мюзикла мне очень близок, нравится, но все-таки совмещать сольную карьеру и эстрадное творчество с мюзиклами невозможно. Во-первых, это графики. А во-вторых, все-таки это совершенно разные жанры. И артист, будучи в одном жанре успешен, не может быть в другом. Потому что мюзикл — это ты должен играть других персонажей, ты должен подстраиваться под каких-то индивидуальностей других. А в своих песнях ты играешь только одного всю свою жизнь. В общем, ты уже не игрался в других. Ты играешь в себя. Ты хочешь быть самим собой. Поэтому я хочу играть в свой личный театр, где главный персонаж — это я. И тут мне гораздо ответственнее, потому что я выхожу на сцену, можно сказать, обнаженной вот с точки зрения творчества. Я написал песню, я ее создал, я ее исполняю. И вот как зритель ее воспринял, так воспринял. Плохо воспринял все шишки лично тебе. Ни режиссеру, ни сценографу, ни реквизитору и так далее, ни хореографу, а именно тебе. Саш, спасибо тебе большое за такое твое честное отношение, очень правильное, красивое, за то, что ты несешь миру всю эту информацию, эту красоту, эту музыку за коллектив Вива. Просто за то, что ты есть. Ну, правда, замечательнейший человек. Твори, пожалуйста, мы тебе всегда рады. Приходи, обещаешь, и с концертом мы так. Да, обещаю. Если у вас будет возможность привезти своих музыкантов и для телезрителей, и радиослушателей сделать концерт, почему нет? Мы только за. Поэтому вы, в принципе, пишите в страну FM побольше с просьбами. Да-да-да, заявок, заявок, заявок. А мы приедем с музыкантами, сделаем что-то. Спасибо. У вас классно, у вас современно, у вас интересно. Я вам желаю больших успехов и побольше телезрителей. И, кстати говоря, ваши телезрители, они самые-самые ценные, потому что это люди, которые не боятся открывать для себя что-то новое. Это круто. Поэтому, друзья, оставайтесь на этом телеканале. Те, кто слушают радио, оставайтесь на этой радиостанции. Мелодичная музыка страны FM. Александр Булыков, Саш, спасибо тебе большое. Спасибо. Спасибо.